Литературный перевод стиха. О, красавица! Ты точно сама богиня процветания или жена Господа Шивы? А может быть, ты богиня мудрости, супруга Господа Браммы? Хотя ты наверняка одна из них, я вижу тебя бесцельно бродящей по этому лесу. Поистине ты молчалива, как великие мудрецы. Может быть, ты ищешь своего мужа, кем бы он ни был, увидев, как ты верна ему. Он явится сюда, чтобы стать обладателем всех богатств мира. Мне кажется, что ты богиня процветания, но я не вижу лотоса у тебя в руке. Скажи мне, где ты уронила его? Комментарий о божественной милости от Чебоктивданта. С вами Шарел Пропады. Шарел Пропады. Ки-джай! Каждый человек считает, что наделен безопречным разумом. Некоторые люди сосредоточивают свой разум на поклонении уме, супруге Господа Шивы, чтобы получить красивую жену. Те, кто хочет стать такими же мудрыми, как Господь Брахман, сосредотачивают свой разум на поклонении Сарасвати, богине мудрости. А те, кто хочет стать такими же богатыми, как Господь Вишну, поклоняются богине процветания Лакшми. Все вопросы в этом стихе задает царь Пуранджина. Живое существо, которое пребывает в замешательстве и не знает, как использовать данный ему разум, на самом деле человек должен использовать свой разум в служении Верховной Личности Бога. Тогда сама богиня процветания возьмет его под свое покровительство. Богиня процветания Лакшми никогда не расстается со своим супругом Господом Вишну. Поэтому тот, кто поклоняется Господу Вишну, сразу же удостаивается благосклонности богине процветания. Нельзя поклоняться богине процветания и не поклоняться при этом ее мужу, как это делал Равана, поскольку она не может долго оставаться без мужа. Из-за этого ее иногда называют чанчалой, непоседливой. В этом стихе Пуранджина, разговаривающей с девушкой, олицетворяет разум живого существа. Застенчивость девушки с первого взгляда понравилась Пуранджине и все больше привлекала его. На самом деле он уже решил стать ее мужем, и поскольку спрашивал, не замужем ли она и не думает ли она о замужестве. Это типичный пример бога Ичи – желание наслаждаться. Одержимое этим желанием живое существо обрекает себя на обусловленное существование в материальном мире. Но тот, кто избавляется от него, обретает освобождение. Девушка была так красива, что царю Пуранджине она показалась богиней процветания. Поэтому он старался быть осторожным, пометуя о том, что богиней процветания может наслаждаться только Господь Вишну и никто другой. Однако Пуранджина не был до конца уверен в том, что эта девушка является богиней процветания, и чтобы выяснить это, спросил, почему у нее в руке нет цветка лотоса. Материальный мир – это тоже богиня процветания, поскольку, согласно Бхагавадгите, материальная энергия действует под надзором Господа Вишна. Ни одно живое существо не может наслаждаться материальной энергией. Тот, кто хочет наслаждаться ею, сразу становится демоном, подобным Раване, Хирани Кашипу или Камсе. Равана хотел наслаждаться богиней процветания Ситы, Деви, и потому погиб вместе со всей своей семьей, лишившись богатства и могущества. Однако живое существо может наслаждаться майей, которую дарует ему Господь Вишну. Удовлетворять свои чувства и желания значит наслаждаться майей, а не богиней процветания.